Сельские школы новыми автобусами обеспечат в Восточном Казахстане. В регионе собираются обновить парк школьных автобусов, работающих фактически на износ. В день машины выполняют больше 10 рейсов. Особенности школьной логистики увидел мой коллега Вячеслав Витлугин. И это современные реалии школьной логистики. В районах области строятся учебные заведения на тысячу мест и больше. И без школьных автобусов здесь, как вы сами видите, просто не обойтись. В ближайшие три года в регионе ожидается школьный бум. Построят 10 учебных заведений преимущественно в селах. Потребуются автобусы для доставки учащихся. Поэтому уже сейчас в регионе закупают 11 новых школьных автобусов, чтобы сельчане больше не возили детей на попутках за несколько километров. У меня дети, например, три остановки до суда добираться. И благодаря этому автобусу мы очень довольны, родители, что дети у нас безопасные. Что за их приход и уход в школу мы не переживаем. К примеру, эту новую школу в Уланском районе обеспечили транспортом еще до открытия. Когда мы открылись, нам сразу два автобуса. А потом где-то через месяца два дали еще один автобус. Потому что детей в школе всего где-то около полторы тысячи детей обучаются. А из них мы тысячу обеспечиваем подвозом. Всего же больше трех тысяч учеников из 108 населенных пунктов – пассажиры школьных автобусов. В день машины совершают до 18 рейсов, работая на износ. Поэтому уже сейчас местные власти намерены инвестировать свыше 500 миллионов тенге в обновление школьного автопарка. Сегодня сделан такой анализ технического состояния автобусов. И мы пришли к выводу, соответственно, это было обосновано, потребности именно в 11 новых автобусах. В том числе ремонт автобусов, которые имеют какие-то поломки. В целом в год детей сельские школы республики получили 515 автобусов. Их особенно ждали в Туркестанской, Ахмолинской, Западноказахстанской и Павлодарской областях. Где много лет поднимали проблемы с подвозом детей. Вячеслав Светлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-казахстанская область. Хабар-24.